Итак, никто не хочет спросить ничего. В разных частях тела разные ощущения, например, анус как сжимается, он говорит, что такие вещи с каждым происходят. Наша энергия заблокирована. Очень много раз это случается. Это тело полно блоков в нашем теле. И эти блоки случаются иногда в виде вибраций, то есть вы ощущаете как вибрация. Давление случается иногда. Иногда у вас хотите сделать очень много вещей, эмоционально очень, но не можете. Хотите любить, хотите давать, дарить, хотите злиться. Очень много негативных и позитивных эмоций, но вы не можете выразить их. Потому что много раз общество не одобряет это. Если вы хотите выразить, и вы выразите, и вы выразите, то все будет выразить. И когда вы не можете выразить это, у вас есть это внутри, но не можете выразить, тогда энергия блокируется. Вы хотите позвиться на кого-то, но вы не можете. Тогда эта энергия блокируется. Все тело заблокировано. Очень много любви в сердце заблокировано. В голове блоки. Очень много эмоций заблокировано в теле. Когда энергия заблокирована, тогда вы чувствуете боль. И энергия не течет. Мы должны дать течение энергии. Позвольте ей выходить. Но если блоки там, мы не можем это выражать. Когда вы медитируете, смотрите вовнутрь, ваша энергия поднимается. Энергия начинает стечь. И пробивает блоки, разрушает блоки. И когда в теле работает энергия, начинается боли. Иногда жгот, иногда горло, иногда голова. В теле работает. Энергия заблокирована. Энергия заблокирована. Пол значит, энергия заблокирована. И хочет выйти, хочет прочистить. Эти блоки существуют из-за наших подавлений. Мы подавляем энергию. Она становится блоками. И если случается подавление, вы хотите делать, но не можете. Например, у вас есть ребенок. Из детства это начало. Дети хотят плакать. Ты говоришь, нет, не плачь. И потом эта слеза начинается изнутри. Энергия хочет выйти, но не может. Тогда энергия возвращается в тело и становится блоками. И теперь, когда вы начинаете медитировать, энергия больше просыпается и хочет пробить эти блоки выйти наружу. И вот так случается смех, слезы. Все что угодно. От родителей начинается. И потом, как ребенок растет, в школе, в университете. Везде случаются эти блоки, потому что все блокируют друг друга. Эти блоки делают вас грустным. И если очищение случается, боль тоже просыпается. Потому что очистится. Например, вот течет и камень. И вдруг какой-то камень приходит. Мусор приходит. Сначала этот поток убирает мусор. И потом потихонечку, swells – потихонечку. Потом самая река просыпает потихонечку всякую воду. Если энергия как большие камни приходит, они остановят поток. И точно также боли в нас встречаются, если parts of the earth. И остановлены сильные протоки. Это происходит много-много жизней. Все время подавление, подавление, это подавление становится грустью. Наша грусть становится блоком. Когда энергия течет, все хорошо, очень красиво, очень радостно. Когда энергия заблокит, все плохо, не раздражает, нет радости, что-то нечисто. Это должно быть вычищено. Когда вычищение блоков случается, тогда обязательно случится инженер. Если боль приходит, вы должны понять, что сейчас энергия должна быть вычищена, хочет быть вычищена. И просто наблюдайте. Смотрите, смотрите, и через какое-то время, как только энергия будет вычищать блоки, тогда все нормализуется. Это боль. Очень много боли случается во время медитации. Физической, эмоциональной, ментальной, ума. Эти три вещи должны быть вычищены. Тело, чувства и мысли. Эти три вещи очень важны. Если эти три вещи станут чистыми, вы будете легкость в теле, ощущаете. Когда ваше тело чистое, он станет более и более чистым. Сначала у нас есть негативные чувства, злость, приятность, 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 ваше тело. Но все это негативное. Когда вы смотрите, наблюдаете, медитируете, потихонечку, тихо негативная энергия, эмоционально будет трансформироваться, и позитивно приходить в любовь. Когда вы погибли, ваше тело, 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 ваше тело. Потом когда происходит, то время становится чистым. Ваше тело, потом чистым, потом чувствуется, чувствуется. Пуше тело, чувствуется. Непреступность будет ваше тело, не божество, не злость и не будет. Только любовь. Любовь просто хочет поделиться. Любовь всегда хочет поделиться. Очень позитивный чувств. всегда будете думать как я могу дать димлю, любовь. Потому что я буду думать, как я могу дать димлю, любовь. И тогда это любовь подчищается. Тогда и сердце станет чистым. Так что третья, а если ты будешь чистым, то ты будешь чистым. Когда тело, эмоции, когда тело, то будешь чистым. Тогда вы не будете ощущать тело. У вас будет как бы тело физически, но вы не будете чувствовать. И будет ощущение, что вы где-то очень высоко. Выше чем тело. Ваша энергия пойдет выше, выше, выше. Как будто бы за пределом ума. И тогда тело не будет таким сильным чувством. И ощущения будут очень хорошими. Не только любовь, радость и наслаждение будет там. Очень чистым будет сердце. Все ваши мысли, все ваши энергии будут как знанием. Весь ум как знанием. Очень правильное, красивое понимание. Первое понимание придет, как вам жить. И потом настоящее знание придет уже. Эти три вещи чистыми должны стать. И последние. И потом уже будет просветление. Там будет познание. Это как ежедневная работа над собой. На одной стороне. Иногда очень хорошо. Иногда очень тяжело. Он бывает так же. Тяжело. Тяжело значит у вас что-то есть внутри. У вас есть черная темнота. У вас есть блоки. Когда блоки и темнота приходят, это не счастье и не радость. Тогда это ваш мусор поднимается. И боль приходит тогда. Это чернота, темнота. Вы собираете сами. Никто вам ее не дает. Вы сами ее собираете. И вы сами должны ее вычислить. Никто за вас это не сделает. Вы собираете. Почему вы собираете? Почему вы собираете ее? Как мы можем ее собирать? Если вы живете неосознанной жизнью, она коллекционирует. Каждый ваш шаг, он неосознан. Вы не понимаете, что вы делаете. Такая энергия становится темнота. И когда у вас есть темнота, вы должны сначала посмотреть на нее. Увидеть ее. Вы смотрите свои блоки. Сканируете их. Как вы смотрите. Как вы смотрите. Как вы смотрите. Как вы можете выйти из него. Когда вы смотрите. ereto. Вы должны быть наблюдательными, осознанными, осознанными и смыли. Все ото которые приходят. Первое. Все ото� nele. 匹я diver calm. И не нужно собирать новую жизнь пере aconteceً iiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mont MXN, на холосу CAS ayI creams у нас Warания Ии Благ Leadership Spring 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 event Тогда вы можете выйти за пределы тела, это как повторяющийся круг. Вы здесь в учителе, а здесь взяли и собирали это. Тут на царе не улет, а там опять новое пошло. Никогда не заканчивается это у вас. Очень тяжело тут закончить это все. Каждый момент, когда вы неосознанно, вы собираете новое, новое. Поэтому тихонечко, когда вы аудиторируете, вы задумываете, ну как я могу вычислить, как вы можете вычислить. Не надо фокусироваться на чистке, просто нужно быть осознанными. Если вы осознанные, тогда автоматически все будет вычисляться. В основном, когда вы неосознанны. Практически все. У всех есть аура. У аура есть много пробоин. То есть, есть аура у тела, но она какая-то поломанная. Если это поломанная, внешняя энергия приходит к вам, и у вас как бы нет защиты. Никогда не закончится. Она очень легко может проходить, как будто бы нет защиты. И внутри также старая темнота, и ваше бессознательное. Первое, должна быть аура идеальной, без пробоин и поломок. Сделать ауру очень. Как будто, как и теория. Тогда это уже... Если аура, она вся четкая, любые эмоции будут приходить, что-то приходить, аура сможет защитить это. Они просто дотронуться до ауры и уйдут. Как будто бы отсколька. Она не сможет пройти внутрь. Это аура потихонечку станет вашей защитой. И вы будете все осознанными, очень автоматически. Много любви в вас будет, будете делиться. Это как процесс автоматический перехода. Кажется, что очень легко и верносложно. Если вы хотите дойти до вершины, вам надо идти. Идти это тяжело. Спуститься это легко всегда. Но когда вы идете по лестнице, к вершине это тяжело. Вниз спуститься всегда легко, но подняться над собой вообще это очень тяжело. Не трудно, не пытаясь, не эффектно. Это легко. И это процесс. Это процесс. Медитировать. Быть на сатсангах. Быть с мастером. Слушать с ним. Идти за ним. Делать так, как он говорит. И однажды это случится. Все темнота будет вычищена, и вы станете чистыми. Чувства будут чистыми, высокими. Тогда все будет прекрасно. Извините, вы будете видеть красоту. Релакс. Очень быть расслабленными. Довольными. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok